21 июня на кортах центра уличного баскетбола «Ришка» прошли игры второго тура чемпионата Москвы по уличному баскетболу. Команды сразу включились в борьбу. Некоторые рванули с места в карьер, другие же засидели в передстартовой линии. Но позади только один тур, а впереди еще три. Так что команды, пропустившие начало сезона и только сейчас вступающие в борьбу, имеют все шансы наверстать упущенное и побороться за титул чемпионов и за выход в финальный турнир чемпионата России. Здесь участвуют 36 команд не только из Москвы, но и также из Вологды, из Воронежа, из Рязани. Команды приезжают и участвуют на равных с московскими командами и даже очень часто выиграют. На первом туре у нас победила команда из Вологды. По итогам этого тура 12 команд вылетают и на следующем кубке вызова зайдет новый 12 команд. В лидеры чемпионата Москвы по итогам первого тура вышли «Лунить Юнц» из Вологды, московские «Межганы», магазин «Стритбол» и «Игуана». Команды опытные и заслуженные, но большие победы за плечами только у «Игуаны» – двукратного чемпиона России и двукратного чемпиона Москвы. Мы любители, но для нас это спор в какой-то мере. Я горжусь тем, что мы выиграли и чемпионаты России, и Москвы, и всякие различные турниры. И потом в нашей команде у всех присутствует желание только побеждать, поэтому мы приходим играть. Во втором туре игроки команды «Игуана», как и остальные команды лиги, встретились с мощными соперниками, пробившимися в чемпионат через отборочный кубок вызова. В первую очередь речь идет о командах «Гефест», «Вафанкул» и «Скан». Сегодня явными фаворитами является команда «Гефест», они прошли через кубок вызова. В их составе трое игроков сборной России по уличному баскетболу. И заметно их игры собирают вокруг себя ажиотаж, и ребята показывают красивую игру, очень мощно, эффектно играют. Борьба на кортах центра уличного баскетбола «Ришка» прошла в лучших традициях московских чемпионатов, которым нет равных в России. Несмотря на прогнозы, победителем второго тура чемпионата Москвы по уличному баскетболу стала команда «Игуана». Третий тур чемпионата пройдет в начале июля.